Девушки отдыхают Знаешь, я никому не рассказывал свою историю. Мне было 11, и это было потрясение. Где мама? Она ушла. Я ей больше не нужен. И ты ей не нужен. Я всегда любил музыку. Это был мир, в котором я был счастлив. Музыка давала мне надежду. У него просто невероятный голос. Я хотел жить лишь музыкой. Пап, я сделаю это! Ничего ты не сможешь. Не успеешь моргнуть глазом, как поймешь, что ничего не добился, потому что погнался за глупой мечтой. Я уезжаю в Шеннон. Хочу, чтобы ты знал, я всегда буду молиться за тебя. И надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. От кого ты бежишь? От отца. Напиши об этом. Попробуй выразить свою боль в музыке. Мне нужно было во многом разобраться. И я нашел путь к пониманию. Написал песню. Ты голоден? Обед готов. Что происходит? Я хочу, чтобы между нами все было как прежде. Отец всю жизнь был монстром, но на моих глазах он становился другим человеком. У тебя талант. Настоящий талант. Отец, спасибо тебе за все. Эту песню я посвятил моему отцу. Эту песню я посвятил моему отцу. Субтитры создавал DimaTorzok I can only imagine – популярная мультиплатиновая песня, написанная Бартом Миллардом из Гринвилла, штат Техас. Ее посыл о надежде вдохновляет миллионы людей по всему миру. Спасибо. Я нашла песню, которая спасла меня в трудное время. Вы знаете, как музыка порой творит чудеса. Я переживала потерю, очень болезненно. И я услышала эту песню, и она вывернула мне душу наизнанку. Она стала моим гимном. Она спасла меня. И я все думала, кто мог такое написать? Через что человеку пришлось пройти, чтобы сделать мне такой подарок? Это надежда. Чистая надежда. Потрясающая песня. Ну, так уж получилось. На текст ушло минут десять, кажется. И на музыку столько же. Барт, на эту песню у тебя ушло не десять минут, а вся жизнь. Как ты это сделал? Можно только представить. Гринвилл, штат Техас. 1985 год. Барт! 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 Батюшки мои, ты тут весь день уже. Как тебе? О, ты молодец, Барт. Ты просто молодец. Увидимся завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Привет, милый. Что это у тебя? Это боевой шлем, я сам сделал. Чтобы сражаться в космосе. Похоже, ты весь день его делал. Ну да. Что это? Это так, это мусор. Ты мечтатель, Барт, это хорошо. А ты никогда не мечтал? Я дам тебе один урок, Барт. Мечтами счета не оплатишь. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мечты только отвлекают тебя от всего этого. От понимания, что реально. Ты меня понял? А? Да, папа. Что ж, раз это просто мусор, тогда иди и выброси его. Просто иди и выброси. Ничего. Ничего. Я говорю тебе, не лифт, Барт. Просто не лешastes. Это не похоже. Закрой дворок, или я у тебя закреплю! Что, мало тебя, мало тебя! Малыш, вставай. Не бойся. Так, ну, готов к приключению? Сейчас что-то? Да, прямо сейчас. Лагерь называется Глориета. Наша церковь отправляет туда детей. Там довольно прикольно. Я позвонила, и мне сказали, что ты можешь приехать. Да брось, тебе понравится там. Заведёшь друзей, будет что вспомнить. Просто давай дальше. Не поняла. Ехать дальше. Ехать и слушать. Вот эту музыку. Мы вдвоём. Слова хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok Ехать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ехать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, давай. Иди. Пока, мам. О боже. Я смогу? Я смогу? Плееры в лагере запрещены. Его заберут. Ты что, шутишь? О, привет. Я… Меня Барт зовут. Мои друзья, типа, зовут меня Барт. Я знаю. Забыл, что ли? Я Шина. Я… Ну, это… Боишься идти по мосту? Это не опасно. Видишь? Не опасно. Ну, для одного человека. Ты идешь? Простите. Дайте протиснуться. Извините. Ой, я прошу прощения. Барт, это Кент. Очень приятно, Барт. Здорово. Игра в стаканчики? Я плохо играю. Дети! Дети! Внимание! Меня зовут Расти. Если кто не знает меня, я молодежный пастор в Гринвилдской баптистской церкви. У кого нет журналов, подходите, мы вам раздадим. Сегодня они понадобятся. Хорошего отдыха. О, братан, сиди, я принесу. Это что-то типа дневника или… Да, но не просто дневник. Он приводит в порядок мысли. В нем мои молитвы, проблемы, мечты. Все то, о чем я думаю. Можно посмотреть? Извини, я не подумал. Б-9, вы со мной. Дежурить по кухне. Вперед! Все, мне пора. Увидимся. Ладно. Барт, я взял тебе журнал. Кент! Я люблю Барта Милларда. На, вот, держи, извини. Ах, пап, ты клево рисуешь. Ты почему так странно одет? Идем со мной и познаешь жизнь. Да просто прогуляемся. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Художником? Да. Или футболистом. Как мой отец. Он когда-то был хорош в американском футболе. Был знаменитостью в колледже. Нам с вами так за это влетит. Еще как. У меня тут отличные штуки. Настоящий фейерверк. Я все подготовила сегодня днем. Так, смотрите, я пойду вон туда и направлю их все на север. Ясно? Кстати, Барт очень классно рисует! Привет. Значит, рисуешь? Ну да. Рисуй немного. Барт, я в ужасе от того, что ты увидел в моем журнале. Ничего я не видел. О чем ты вообще? Ты лжешь. Ты увидел там каждое слово. Ну, может быть. Ладно. Тогда я скажу, что думаю. Знаешь, я думаю, что мы с тобой однажды влюбимся, поженимся, и это предначертано. Но пока мне стыдно. Я лучше спущусь и помогу Кенту. Стой, 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 Шеннон! Останься! Зачем? Боишься темноты? Или, может, чудовищ? Нет, я просто не люблю быть один. Барт! Барт! Рассаживайтесь! Держи! Моя любимая! Класс! Хочу быть певицей так же, как Эмми! Огромное тебе спасибо! А меня родители заберут! Пока! Эмми Грант. Никогда не буду одна. Лучшая неделя в моей жизни. Последняя остановка. Это твоя. Рад был познакомиться, Барт. В воскресенье увидимся? Да. Лучше. Лучше. Ага! Что? Лучше. надолго ушла она не вернется она сбежала мы остались вдвоем когда она вернется я же сказал она сбежала я ей больше не нужен и ты тоже ей не нужен что ты сделал ты что бычишь на меня сопляк ничего я не сделал ей ничего она ушла не из-за меня прости меня и ты ее больше не видел она иногда звонила я даже пытался пожить с ней один раз летом на нас снова была в плохих отношениях еще хуже даже потом приехал мой отец и вышвырнул ее парня с лестницы и пригрозил убить его если он еще раз ее тронет а затем отвез меня домой довольно забавно вот пожалуй все и что ты сделал я старался стать лучшим в единственном что ему нравилось 1991 год привет привет детка как банально из-за вас всем зрителям на стадионе не по себе чувак серьезно с бородой ты выглядишь под сорокет кент заткнись заткнись а мне нравится а а ну иди сюда живо люблю тебя я знаю звезда что ли мир 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 Привет. Дай мне секунду. Оно прокисло. Целый месяц просроченное стоит. Я поджарю тосты. Я не так уж и много прошу тебя делать, Барт. Не так много. Я сегодня тоже хорошо бежал. На тренировки. Чуть не забил. И сколько понадобилось? Чего? Защитников, чтобы тебя остановить. Один. Один. Папа, это тренировка? Меня никогда не могли сбить. Понадобилась бы вся команда. Я и в жизни такой. Она бьет меня, а я бью в ответ сильнее. Меня не сбить с ног. Ни тогда, ни сейчас, никогда. Я никогда не падаю. А ты падаешь слишком легко. Камай! 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 Ух! А-а-а. Что сказали? Играть ты не сможешь. Как долго? Никогда. Это обидно. Да уж. Ещё как. Тише. Извини. Почему ты меня везёшь? У меня нет правды. Всё это глупость. Нет, закончить школу не глупость. Просто выбери что-нибудь вместо футбола. Ага. Ну вот. Чего? А ты никогда не мечтал стать портным? Там нет места, так что всё занято. Да. Кроме этого. Чего? Вокала. Какой ещё? Ага. 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 Это было круто. Милый, боюсь, ты дверью ошибся. Хотелось бы без обид. Да уж ладно. Ты поешь? Нет. Играешь? Тоже нет. Может, танцуешь? Мам, я в каталке. Пожалуйста, выгоните меня. Я никого не выгоняю. Как тебя зовут? Барт Миллард. Барт Миллард. Да. Ты будешь ассистентом звукорежиссера. Отлично. Еще бы знать, что это. Это я умею. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Домашка вызывает безумие. Эй, поздравляю. Что? Молодчина, Миллард. Ла-а-а. Поздравляю. С чем? Ты молодец, Барри. Ты еще не знаешь? Честно, я немного завидую. О чем ты говоришь? Молодец. Поздравляй. Что? Распределение ролей на мюзикл. Главная роль Барт Миллард. Ну, давай, скажи, что ты рад. Мисс Финчер! А-а-а. Нет. Вы что, издеваетесь? Я не могу. Я и пробы не проходил. Ты можешь. И будешь. И я даже не собираюсь это обсуждать. Нет, нет, нет. Слушайте. Я Миллард. Вы не понимаете, Милларды играют в футбол. Милларды никогда не пели. У тебя есть дар Барт. И в моем классе от тебя требуется использовать его. Или завалишь экзамен. Тебе решать. Но у меня нога в гипсе, я ходить не могу. До выступления целых два месяца успеешь выздороветь. И хватит уже искать оправдания. Но я не умею так петь, как во всяких мюзиклах. Я тебя научу. Так, мисс Финчер, вы мне нравитесь. Похоже, вы хороший человек. Я вас уважаю. Но поверьте, вы ни за что, никогда, вообще, никогда не заставите меня выйти на сцену. Угу. Батюшки мои, это что, его собственный голос? О, да, бабуля, его. О, да чтоб мне провалиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сэр, вы должны понять, это политика больницы. А мне плевать на неё. Я волен уйти. Не совсем так. Нас кое-что обеспокоило, и мы провели дополнительный анализ крови. И я хотела бы обсудить с вами результаты. У вас есть мой номер. Позвоните. Сэр, лучше поговорить сейчас. Ну ладно. И почему же я отрубился? У вас очень низкий уровень сахара. Вы хотите сказать, что я, кто, диабетик? Нет. При проведении МРТ мы обнаружили опухоль. Полагаем, что злокачественную. Нет. 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 Нам нужно ещё исследование. И тогда мы сможем выбрать лучший вариант лечения. Мне не нужно ваше лечение. Я еду домой. Мистер Миллард, если вы откажетесь, это существенно уменьшит ваши шансы. Папа, что случилось? Всё в порядке. Так, ерунда. Давай я отвезу тебя домой. Не надо, я сам справлюсь. У вас точно всё хорошо? Я Шеннон, девушка Барта. О, привет, Шеннон. Как он умудрился найти такую красавицу? Спасибо. Всё хорошо. Не волнуйся. Они сказали, в чём дело? Да это у каждого может быть низкий уровень сахара. Я сидел в кафе и просто, просто упал вот и... А вообще я смотрел на твоё имя. На брошюре к мюзиклу. Я думал, ты не захочешь прийти. Он когда-нибудь тебе пел? Просто я понятия не имел, что он поёт. Он был хорош. Он молодец. Ты уж извини. Надо было пригласить. Ну, не надо. Мы потом поговорим. Ничего. Давай я отвезу тебя домой. Нет, перестань. Лучше позаботься о своей подружке. Ты куда собрался? На фуршет. Нет. Я не пропущу его из-за этого. Извините. Простите. Скажите, что с ним? Вы член семьи? Нет. Тогда спросите у него. Спасибо. Ты рано встал. Я приготовил сыну завтрак. Что за прикид? Идёшь на похороны? Нет. В церковь. Сядь и поешь. Давай, сядь и поешь. А то остынет. Ты видел это? Видал? На, взгляни. На первой странице ты похож на ковбоя Пиноккио. Очень смешно. Вот кто я для тебя, клоун. Я этого не говорил. Нет, сказал. Что? Не надо за меня додумывать. А что, если мне это нравится? Что в этом смешного? Да, может быть, я в этом хорош. Пастор в церкви попросил меня спеть сегодня. Это важно для меня. А тебе за это заплатят? Вот о чем я говорю. Нужно найти то, что будет приносить деньги, потому что однажды тебе придется самому как-то обеспечивать себя. Ты не слышал, как я пою, а говоришь о деньгах. Не моя вина, что я не слышал. Зато твоего нытья я вдоволь наслушался. Ладно. Я пою сегодня в церкви. В десять часов с трансляцией по радио. Но, может, придешь и посмотришь? Нет, я прийти не смогу. Почему? Нет, мне там не место. Почему? Просто не место и все. В церковь не пойду. Понятно. Мой сын Барт. О да, он же сплошное разочарование. Лучше бы он вообще не рождался. Все было бы прекрасно. Кончая. Все мои проблемы из-за Барта. Он вообще мне нет. Не смей говорить за меня, иначе морду расквашу. А ты с этим не опоздал? Ты так думаешь? Я не беззащитный мальчик, да? Ах, ты так думаешь? Именно, да. Ты должен говорить со мной уважительно. Я плачу за еду на этом столе, зарабатываю на жизнь, и я остался с тобой. Твоей мамы я здесь не вижу. И я не могу ее за это винить. Я бы тоже ушел. Все. Лучше замолкни, ешь и молчи. Я не голоден. Ешь завтрак. Не буду я есть. Ну, как хочешь. Ты охренел! Не подходи ко мне! Я серьезно, не трогай меня! Ты меня достал! Ты спятил! Отвали от меня! Отвали от меня! Отвали от меня! Пап, что у тебя с головой? У тебя кровь! А, это… Что с тобой? Все хорошо. Все в порядке. Я хотела бы, чтобы вы все помолились за моего друга. Потому что он, как мне кажется, лжет о своей жизни. Я не знаю, что делать, хочу помочь, а он не позволяет. И кажется, чем больше я стараюсь, тем хуже становится. И все чаще, глядя на него, я вижу маску. Помолимся за него. Никто не может жить во лже вечно. Верно? Да. Спасибо вам. Все поняли, что ты говоришь обо мне. Знаешь, как мне было стыдно? Я хотела достучаться до тебя. Стой! Что с тобой происходит? Все в порядке. Это неправда. Дело в отце? Я могу помочь. Давай, я приду и… Никуда приходить не надо. Почему? Я не хочу. Откуда это в тебе, Барт? Не знаю. Может, из глубин моей маски? Это не смешно. Вообще-то смешно. Пожалуйста, Нина. Ты думаешь, ты знаешь меня. Ты всех отталкиваешь. Не поступай так хотя бы со мной. Я люблю тебя. Я всегда любила. Ну, а я тебя не люблю. Я люблю. Пойми, мы скоро выпускаемся. Ты поступишь в колледж, а я за дурацкими мечтами буду гнаться. Я не считаю их дурацкими. Было весело, я ни о чем не жалею. Да, ну, люди меняются, понимаешь? Очевидно, что мы уже не ладим. Я ухожу, Шэн. Да, сразу после выпускного я уеду. Пожалуйста, не надо. Что? Не уезжай. Я не могу здесь оставаться. Оклахома-Сити. Шесть месяцев спустя. Май, знаешь, даже удивительно, что люди уходят, когда им не платят. Слушай, мы выступаем на разогреве у группы, открывающей молодежную конференцию. Невозможно работать бесплатно. Считаешь ли ты, что можешь или не можешь? Ты прав. Это Конфуция. Опять эти твои цитаты. Это оскорбительно для артиста. Перестань. Нам заплатят 90 баксов. Класс. На троих это не так уж и... Без вокалиста мы провалимся. Так выступать невозможно. Ну, единственное, что невозможно, это то, что мы считаем невозможным. А это кто, Аристотель? Предсказание в печенье. Нейтан, да тебя никто не понимает. Ну и пусть. Эй, ребят. А ты чего такой вечно дерган? Конечно, после Де Мойна. Ах, Де Мойн. Эй, ребят, ребят. Чего ты вечно вспоминаешь Де Мойн? Если нужен певец, то вот я. Я могу. И еще я подключаю кабели. Я могу сидеть за пультом. Включать свет и... И пишу песни. Еще иногда. Типа того. Ты кто такой? И я вступил в группу. Все, что у нас было, это одежда на нас. Мы брались за что угодно. Выступали везде, куда пускали. Словом, формально мы были бездомными. КОНЕЦ КОНЕЦ Аплодисменты, Нейтану. Джим на кладушах. Да, а я, Барт. И все мы мерцы. И Робина ударных. Новенький. Спасибо, что пришли. Вам понравилось? Да. Надеюсь, потому что это все, что у нас есть. Аплодисменты. Знаете, я, пожалуй, расскажу вам одну историю. Когда мне было 10, может, 11 лет, моя жизнь была трудной. Даже очень трудной, честно говоря. Мне нужна была отдушина. И я помню, что я всегда очень любил музыку. И я нашел для себя песню, которую я... Боже, за которой я держался. Понимаете, о чем я? Как корабль в шторм за якорь. И они вытащили меня. В этих песнях мне рассказывали про нашего небесного Отца, которому я нужен. Про Отца, который любит меня так сильно, что умер за меня. Про Отца, который никогда не бросит меня. И я слушал эти песни снова и снова и снова. И... Они давали мне надежду, в которую я нуждался. Пусть и у вас она появится. Пойте за мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Спасибо, что пришли. Благодарю. Я очень рад. Эй, Барт! Ты куда? Нам нужно собираться. У меня тут встреча. С кем? Со Скоттом Бриковым. Это тот, который... Он менеджер аудиоадреналинс и других групп. Да, знаю, но почему он здесь? Я писал ему каждую неделю последние два года. Мне пора. А... Мистер Бриккел? Просто Бриккел. Да. Хорошо. Я не ожидал, что вы приедете. Как видишь, приехал с Рождеством. Знаете, обычно мы играем большие шоу, но иногда любим вспомнить прошлое и выступаем на маленьких площадках. Да, слушай, Барс, ты... Я Барт. Извини. Как называется ваша группа? Мерсими. Это когда я сказал бабуле, что у нас группа, она такая Мерсими, типа, батюшки мои, найди нормальную работу. А я ей, о, бабуль. А парни такие, она серьезно так сказала? А я, да, нам нужно так назвать группу. И так мы ее и назвали. Сынок, количество слов, исходящих из твоего рта, просто утомительно. Вы не готовы. Вот что я думаю. У тебя есть талант, есть потенциал, ты умеешь петь, но ты не нашел свою песню, не нашел свою душу, понимаешь? Вот то, что ты сделал в конце, это нечто особенное. В следующий раз ты должен делать это все время, в течение всего шоу. Увидишь, что получится. Это не совсем тот материал, который мы исполняем. Прости, сынок, вы еще не знаете свой материал. У нас есть свои песни, не только каверы. Ну так напишите что-то в этом же духе и звоните мне. Нет, нет, стойте, вы должны поехать с нами. У нас еще два шоу в Техасе. Места в автобусе полно. О, послушайте, вы не можете просто взять и изменить наш стиль, а потом бросить нас. Вы не такой человек, я это вижу. Я летел экономом в среднем кресле, чтобы взять тачку, в которую не помещаюсь, и ехать целых три часа в какую-то глушь, чтобы услышать, что ты предлагаешь мне поехать на этом с вами? Нет, это, это смешно. А, пора мне менять работу. Слушаю. Здравствуйте, это Шэнон Стрит? Да, а вы кто? Это полиция, мэм. Нужно поговорить, спуститесь. Это ради вашей безопасности. Приведи телку, Барт! Шэнон! Барт! Привет! Давно не виделись, отлично выглядишь. Что ты здесь делаешь посреди ночи? У нас тут был концерт. О, не знаю, в курсе ты или нет, но у нас теперь есть свой диск с настоящими песнями. Настоящий компакт-диск. Держи, Дарю. У нас еще три шоу. Хочешь поехать с нами? Давай, позовем с собой Кента, и все будет как раньше, три мушкетера. Я иду спать. О, да брось, Шэнон. Нас ждут приключения. Будет весело. Приключения? Ты серьезно? Да. О чем ты думал, вот так приехав сюда? Не знаю, ни о чем я не думал. Мне пришла идея, я решил, будет весело. Что и все. Только из-за этого. Да. Я не хочу больше приключений с тобой. Главное, знаешь, что я все время молюсь за тебя. Честно. Каждый день. И я молюсь, чтобы ты нашел то, что так хочешь найти. Спасибо за диск. Мы-то уже почти даем, чтобы вы не заезжали сюда. А она с нами не поедет. Удивил. Нет. Хоть один умный человек. Да. И в конце. Да, отлично. У нас есть песни или как? Да, да, да. Почти закончили. Ну-ка, ну-ка. Здорово. Да, на этом отлично. Ну, давайте. Удивим его. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я увидел достаточно. Ну и к тому же мне нужно забронировать для вас площадку для недели Джей Мэй. Что? Что такое неделя Джей Мэй? Что это? Это самый большой музыкальный фестиваль! Иди уже в автобус! Ладно. Главную сцену пробить не смогу, но постараюсь пригласить лейблы. От вас требуется позвать все церковные группы, что сможете, заполнить зал, а потом выступить, как сегодня. Стойте, то есть вам понравилось? Не зазнавайся, сынок. Да! Здравствуйте, это Шэнон. Оставьте сообщение. Привет, Шэнон. Это Барт. Я… Ты сказала, что молилась за меня, и я… Короче, мы играем завтра большой концерт, и… Это важно для нас, и мы… Нет, мы готовы, но это… Это пугает. Немного… Да… Пожалуй, это все. Просто хотел сказать тебе это, и… НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Нашел. Не Бродвей, но за такое время лучше не найти. Вы шутите, что ли? Это супер! Познакомьтесь, это ваш звуковик, Динго. Все, что нужно, он обеспечен. Вы нашли нам звуковика? Хм… Хоть один лейбл придет? Нет. Придут пять. Говорю еще с парочкой. Главное, сделайте так, чтобы зал был полон. Да, и хорошенько зажгите. Не вам. За это не волнуйтесь. Вот так нормально? Да, в припеве много компрессии не нужно. Ладно, прошу, выключи. Слушай меня. Иди с бочкой в бой. Отлично. Ну что, приятель, готов? У-у-у. Славная публика. Барт, у нас тут проблема, которую нужно обсудить. Идем. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Это мой друг. Он приехал сюда взглянуть на нас. Это же Смит. Это Майкл. В. Смит. Смит, да? Так ведь меня зовут, друзья? Да, да. Очень приятно. Смит, я же ваш огромный поклонник уже тысячу, простите, уже тысячу лет с самого начала. Тот ваш турцеммигрант. Не представляете, как он меня ждет. Спасибо. Я помню вашу жилетку. Вашу красную жилетку. Привет. Это было смело. Я купил бы такую. Нет, вряд ли я мог такую надеть. Нет, были. Вы были в красной жилетке. Точно. М. У меня была красная жилетка? Да, я точно помню. Да, была. Вельветовая. О, Боже. Здравствуй. Что? Мисс Грант, я… Иди сюда. Мы… Круто. Все в порядке? Умер первый раз. А так, да, все в порядке. Вы просто… Вы же… Моя первая кассета христианской музыки «Never Alone». Я послушал ее и… Действительно не был один. Понимаете? Спасибо. Это очень много значит для меня. Да, это было… Это было… Прекрасно. И вот вы здесь… Мы очень рады подбадрить вас. Мы очень рады подбадрить вас. Забери его, пожалуйста. Эмигрант. Барт, нам пора. Да вы как супергероиня. Давай, идем, извини. Кто? Мы общаемся. Да. Здравствуйте. Я так рад. Я тоже. Удачи, Барт. Хорошего вечера. Идем. Ты тоже ее видел. Это эмигрант. Да. Она говорила со мной. Как дела, Швилл? Вы готовы сегодня зажечь? Боже, мы так рады быть сегодня здесь. Вам никогда не казалось, что все в вашей жизни происходит ради одного важного момента? Мы чувствуем это сейчас. Давайте начинать! Барт, от этого нам не легче. Извини. Это просто нервы. Да скорее бы они уже. Было ведь неплохо, да? Мне понравилось. Да, было неплохо, отлично. Отлично, отлично. Наши лучшие шоу. Люди в восторге. Пойду поговорю с ними. Не ходи, бак! Не ходи, бак! Выйкл сам разберется. Не мешай ему работать. А если он не сможет? Стой, стой, стой! Какого хрена? Чувак! Ну все, это ошибка. Какой путь они проделали от своего первого концерта? Привет! Ребята, джентльмены! О, и конечно, ляди! Познакомьтесь с Бартом. Очень приятно. Спасибо, что пришли сегодня. Я получил положительные отзывы и я, я почти закончил. Скажите, это было круто? Вы не согласны? Думаю, мы в любом случае закончим. А я хочу знать, что вы думаете. Барт, позволь мне тут закончить. А я хочу знать их мнение. Ты правда хочешь знать? Да, хочу. Ну, давайте. Говорите все, что думаете, у меня кожа, как у носорога. Все, что думаю, ладно. Жаль, что именно мне приходится это говорить. Но ты недостаточно хорош. По крайней мере, пока. Что? Вы ошибаетесь. Понимаешь, девочки-семиклассницы в детском лагере, это одно дело, Барт. Но здесь, здесь важны продажи, и мы не сможем продать ваши песни. Семиклассницы? Мы заполнили весь зал, мы продаем наши альбомы уже несколько лет. Что? На раз в каком мире вы живете? В реальности. И ты должен принять реальность, Барт. Ваши песни... Ты недостаточно хорош, Барт. Мечтами счета не оплачешь. Мечты только отвлекают тебя от всего этого. От понимания, что реально. Ну а то, что мы сыграли в конце? Церковная музыка. О, это прекрасно. Волшебно. Честно. У меня есть зять в Денвере. Он как раз ищет пастора. Могу связать с ним... Она что, серьезно? Ты обижаешься на правду, а не на меня. В моей школьной футбольной команде была пара парней, достаточно хороших, чтобы наделать шуму в маленьком городке. Ну и только. И знаешь что? Они до сих пор там. Они застряли. То же самое ждет и тебя. Ты должен быть хорош в том, что можно продать. Вы не понимаете? Мы ради этого всем пожертвовали. У нас нет запасного плана. Мы сделаем все, что нужно. Будем работать усерднее всех. Скажите, что мне сделать? Я работаю со множеством групп и могу распознать, кого ждет успех, а кого нет. Я скажу правду, Барт. Тебя нет. Как так можно? Вы даже не знаете меня. Поезжай домой. Это будет правильно. Папа, я смогу. Нет, не сможешь. Смогу. Ничего не выйдет. Ты глазом моргнуть не успеешь, как поймешь, что ты ничто и ничего не добился в жизни, потому что гнался за какой-то дурацкой мечтой. Очнись уже! Позволь мне закончить. Нет. Барт. Нет. Я не уйду. Уйдешь. Позволь мне закончить. Позволь мне самому здесь закончить. Что случилось? Что они сказали? Барт, все в порядке? Ты недостаточно хорош. И все дела. Да уж, это было быстро. И что теперь? Что нам делать? Я не знаю. Дай мне секунду. Наверняка есть еще возможности. Просто дай мне подумать секунду. И вы согласны с тем, что они сказали? Просто… Вы же менеджер, у вас нет никаких идей. Подожди. Какой наш следующий шаг? Иногда нет следующего шага, Барт. Ясно? Ты взбесил половину Нэшн. Давайте. О чем он говорит, Барт? В каком смысле? В каком смысле? Если это наш потолок, то я все. Что? Я ухожу. Что? Серьезно? Нет, не надо. Как же группа? Какая группа, Майк? Группа им не понравилась. Им все не понравилось. Включай нас. Я ухожу. Простите, что разочаровал. Можно войти, или ты будешь и дальше дуться. И что? Вот так просто уйдешь. И все? А есть идея получше. Я безумно устал. И внутри пустота. Я буду с тобой откровенен. Всегда, как я и обещал. Иногда, когда ты на сцене, ощущение, что ты поешь чужую музыку, это как фальшивая имитация. Я не верю ей, я не верю тебе. Что ж, я-то думал, хуже уже некуда. Спасибо. Но бывают моменты, когда я вижу нечто настоящее. Появляется нечто подлинное. Но ты сразу как будто начинаешь бояться, и оно исчезает так же быстро, как появилось. И это очень озадачивает меня. Ответь мне честно, Барт. От чего ты бежишь? От отца. Он... Он... Он бил тебя, да? У тебя же все на лице написано. Я с этим живу. Я вынужден жить с этим, понимаете? Всю свою жизнь. Так напиши об этом. Хватит бежать от этого. Пусть эта боль станет твоим вдохновением. И тогда в тебе будет что-то, во что люди поверят. Но чтобы сделать это, ты должен столкнуться со своими страхами. Знаешь, Барт, может, я не всегда верю в твою музыку, но я верю в тебя. И мой совет, не уходи. 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 Простите, я должен кое с чем разобраться. Поднакопились проблемы. Мне нужно домой. Но я бы очень хотел, чтобы вы дождались меня. То есть, мы еще группа? Нет, мы с вами уже семья. Хорошо. И группа поехала на восток. А я вернулся на запад, надеясь, что они дождутся меня. Я знал, что нужно разобраться с делами. Я должен был столкнуться с болью. Но по мере приближения к дому, я чувствовал лишь одно. Ужас. Субтитры сделал DimaTorzok. Нет, не могу. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, я слышал, как ты приехал и вот приготовил бекон и рулетики с корицей и фритату. Субтитры сделал DimaTorzok. Рецепт, который недавно узнал. Когда ты научился готовить? Я много чему научился. Ты давай-ка, садись. Я же накрыл там на стул и… Давай. Сейчас положу. Во фритаче, главное, это сковороду разогреть посильнее. В этом весь секрет. Давай, садись. Давай, ты не стесняйся. Икону положить? Только… Прочтем молитву. Что? Я сам. Господь, это я, Артур. Спасибо, что ты ответил на мои молитвы. И… Бла-бла-бла, спасибо, что есть еда. Аминь. Смотрю. Ты нашел Бога. Ну, я много слушал проповедников по радио и… Читал Библию и все такое. Какую часть? Ну, все подряд. И я… Даже по нескольку раз… Знаешь… Многое непонятно. Как… Книги Левит, например. О чем она? Я… Я… Я не понял. Что за молитвы? Ты сказал, Господь ответил на молитвы. Снова увидеть тебя. Пап, я был занят. Да. А ты заметил, что я тут затеял небольшой ремонт. И есть работа в гараже. Я надеялся, ты поможешь мне с… Я просто… Отремонтировать джип взялся. И… В твоем возрасте я такое вытворял в нем. И вот я… Подумал, может, мы смогли бы… Отремонтировать его и… Ну, не знаю… Съездить куда-нибудь в твоем… Что ты делаешь? Что это такое? Ну, я написал несколько писем. Ты их получил? Да. И выбросил. Ты их прочел? Нет. О! Я… Я думал, ты поэтому вернулся вчера. Я просто… Хочу, чтобы было что вспомнить. И все. Для меня это довольно сложно. Все наши общие воспоминания плохие. Хочешь? Я принесу кетчуп. Сынок, я знаю, что я… Я делал кое-что… За что мне ужасно… Делал кое-что? Давай я напомню тебе, что… Как-то ты избил меня так сильно… Что мне пришлось спать на животе из-за синяков. Я не мог двигаться. Сколько мне было? Десять? Одиннадцать? Да. Я помню это. Я тогда… Я был подавлен. Я проплакал всю ночь из-за того, что сделал. Я тоже плакал, пап. Но от боли. Всю ночь. А ты от чего? И теперь ты хочешь вот так просто… Приготовить завтрак… Притвориться, что ничего не было… Так не бывает, пап! Ясно. Что же мне сделать, Барт? Я… Я ведь… Я хочу все исправить. Ну… Между нами. И… Я не знаю, что сказать. Не знаю, как это сделать. Я пытаюсь. Я читаю много книг, которых не понимаю. У меня столько вопросов о себе самом. И у меня нет никого… кто мог бы ответить на них. Если Бог может простить всех остальных, почему нельзя простить меня? Он может тебя простить. А я нет. Поверить не могу, что вернулся сюда. Ты не можешь дать мне шанс? Нет. И тебе лучше перестать об этом мечтать. Потому что это отвлекает… от понимания реальности. Я не могу. Я не могу. У меня надо. У меня не могу. Я не знаю. Эти не думаю. У меня нет. У меня нет. Диагноз – рак поджелудочной железы. Терминальная стадия. Субтитры создавал DimaTorzok Давай, сделай это. Смелее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты умираешь? Да. Я покажу тебе, как найти ответы на вопросы. Диагноз Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня мы поговорим о прощении. Субтитры создавал DimaTorzok И напишите следующие слова. Господи, сегодня я выбираю простить и закончите это предложение. Я понимаю, вы можете сказать, вы не представляете, как трудно простить этого человека. Вы не знаете, что мне сделают. А я скажу, я знаю, что трудно. Но если вы были прощены Богом, то Он даровал и вам силу прощать других. Я выбираю простить моего отца. Лучше поздно, чем никогда. Я закрою. Сегодня у нас для вас особый подарок. Кто-нибудь слышал историю Джона Ньютона? Он был морским капитаном, торговцем-рабами. Его безумно мучило чувство вины и стыда. Он искал прощения и нашел Христа. Он написал об этом песню «Великая благодать». Эта песня тронула весь мир. Слушай, я понял, почему ты любишь хлам. Что? Почему любишь все чинить и почему все время делаешь что-нибудь из ничего. Есть даже слово для этого. Как же там… Искупление. Искупление. Да. Слышал? А что это за аккорд у меня? Вот это, что это за аккорд? Соль. А это что за аккорд? Да. Да, ясно. Солида. Теперь у тебя появился конкурент. Да. Да. Новая глава. Новый журнал. Я никогда к этому не вернусь. Выпускной вечер. Пап, сиди спокойно. О, извините. Ничего. Я тогда хотел пойти. Ничего особенного. Да. Да. Спасибо всем. О, это же Шена. Боже, сынок. Держись покрепче за эту девчонку. Ни за что не дай ей уйти от тебя. Нет, пап, мы с ней уже не встречаемся. Что? Что? Что ты сделал? Вы созданы друг для друга. Что бы ты ни сделал, даже если не знаешь, то ты не прав. Я рассказывал, как встретил твою маму. Расскажи. Здравствуйте, это Шеннон. Оставьте сообщение. Привет, Шеннон. Впервые поговорил с отцом. Было здорово. Я не знаю, получаешь ли ты эти сообщения, но я просто хотел сказать, что вернулся домой, и я снова веду журнал. Я много пишу, как когда мы были детьми. И это здорово. Отец, о котором я всегда мечтал, скоро покинет меня. Разве это честно? Я люблю тебя. Я тебя слушал, Барт. Я слушал тебя тогда. В тот день по радио. Ведь это ты пел, и я слушал каждое слово. А потом ты закончил, а я слушал, что в церкви говорят о твоем пении. Вот что спасло меня. Я так гордился тобой. Очень гордился. Я говорил тебе не следовать за мечтами. Но это лишь потому, что ни одна из моих никогда не сбывалась. Но ты не я. Ты совсем другой. И у тебя есть дар. Настоящий дар. Я хочу позаботиться о тебе. У меня для тебя кое-что есть. Вот. Я хочу. Я не смог заработать много денег. Но у меня есть страховка. Я пытался экономить на всем, на чем мог. Я хочу, чтобы ты взял это, чтобы мог больше думать о своем пении. Каждый месяц ты будешь получать чек, чтобы спокойно гнаться за своей мечтой. И я хочу, чтобы ты поймал ее. Ладно? И даже не вздумая глядываться. Обещаешь? Обещаю. Спой мне что-нибудь, сынок. Я что-то засыпаю. Спой. 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 У меня полус Спой. Спая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Представь, что он там видит, Барт, только представь Субтитры создавал DimaTorzok С возвращением! Спасибо! Привет! Куда едем? На запад. Пара концертов в Нью-Мексико Отец, о котором я всегда мечтал, скоро покинет меня Разве это честно? Папа наконец-то дома Субтитры создавал DimaTorzok Новая глава, новый журнал Я никогда к этому не вернусь Можно только представить Можно только представить Представь Можно только представить Представь. Можно только представить. Хорошо, господи. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Можно только представить, как же будет прекрасно, когда я буду рядом с тобой. Можно только представить, что увидят мои глаза, когда я окажусь пред тобой. Спасибо. Спасибо. Барт плюс Шэнон. Как же приятно вернуться. Я не выходил на сцену с тех пор, как потерял отца. И я учусь с этим справляться единственным способом, который знаю. Написанием песен. И сейчас я вам спою одну из них. АПЛОДИСМЕНТЫ Она называется «Можно только представить». Ай, кинон, для мэджи. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно только представить. Пожалуйста, послушайте. Её написал тот парень? Да, это он. Ух ты. Я знаю. Не могу перестать её слушать. Начну рассылать её по городу. Я знаю, кому её нужно отправить. Телефон! Джим, возьми, ты же рядом. Телефон! Не издеваешься? Телефон! Ладно, возьму, не вопрос нет. Ты тут удобно устроился. Нет, иди уж, я возьму. Алло? Кто это? Конечно, да, сейчас я позову его. Барт, тебя к телефону. Барт. Алло. Ну да. Молодцы, отличный розыгрыш. Чья это была идея? Эмигрант. Это была она, это была эмигрант, а ты бросил трубку. Эмигрант! Привет, Эми! Барт, на эту песню у тебя ушло не десять минут, а вся жизнь. Скотт дал мне твою песню, когда мой друг проигрывал битву за жизнь, понимаешь? И она помогла мне. Я слушала, не переставая. Такие песни делают карьеры, и я знаю, что такие песни бывают очень личными. Ты действительно этого хочешь? Я никому никогда не рассказывал свою историю. Мой отец был чудовищем. Иначе просто и не скажешь. И я видел, как Бог его преобразил. Из того, кого я ненавидел, в того, кем я сам хотел бы стать. В моего лучшего друга. Но я понял, это слишком поздно. Наверное, не верил, что Господь способен на это. И я написал об этом песню. И хочу, чтобы я услышала как можно больше людей. У вас это получится. У меня нет. Так что… Да. Я хочу этого. Ну что ж, Брик. Да. Ты нас знаешь. Мы выложили все карты. Эмми нужна песня, чтобы вернуться. И мы считаем, что это она. У Эмми будет выступление здесь, в Нэшвилле, который откроет осенние турны. Там мы и хотим представить песню. Здравствуйте, это Шэннон. Оставьте сообщение. Привет, Шэннон. Эм… Я просто звоню, чтобы сказать, что написал новую песню. Она не похожа ни на что из того, что я писал до этого. Это особенная песня. Возможно, та самая… А… Ты уж прости, что обидел тебя. И я знаю, что не один раз, а много… Мне очень жаль. Я просто… Поверь, дело было не в тебе. Ты абсолютно ни при чем. Я просто… Прости, что обижал. Алло. Красиво здесь, да? Лучше место, чтобы представить твою песню и не найти. Надеюсь, смогу ей соответствовать. Будет потрясающе. Угу. Когда записываете? Скоро. Нужно только найти звук. Я твою плёнку тысячи раз слушала. Спасибо. Ты хочешь, чтобы я что-нибудь сказала, после того, как её спою? Что? Что я написал её для отца? Что я написал её для отца? Бремา ά � sertы Дёхт creation Ты отправил ещё диски DJ UC в Бирмингам? Так, подкупи его шоколадкой... А лучше Сниггерсон... он их обожает. Да, сделаю! И напиши на нём. От авторов можно только представить. Да, уже написал... Двести копий. Хорошо. О, как раз приехала машина. Ну что, загружать? Да, давай с Богом. Спасибо. Большое спасибо. Следующая сегодняшняя песня совершенно особенная. Знаете, я нашла песню, которая спасла меня в трудный час. Музыка так умеет. Я тогда... Я переживала потерю. Болезненно. И я услышала эту песню, и она вывернула мне душу наизнанку. Она стала моим гимном. Она спасла меня. И вы первые, кто ее услышит. Можно только представить. Музыка так умеет. Что с ней такое? Барт, поднимись, пожалуйста, на сцену. Леди и джентльмены, автор песни сегодня здесь, и... Я хочу вас познакомить. Барт, поднимайся. Я не шучу, поднимайся. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенная не только твоя песня, но и ты сам. И эта история не моя история. Она твоя. И этот момент не должен принадлежать мне. Он только твой. Наслаждайся. Барт Миллард написал эту песню. Эту волшебную песню. И я хочу, чтобы в самый первый раз он сам ее спел вам. Барт. Посвящается отцу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты всегда была той самой Я всегда любил тебя Я знаю Извините Простите за грубость. Но это срочно Я...Правда...Нет, правда спасибо ВОЗМИТ programmes Возьми трубку. Быстро останови фургон. Останови фургон. Эми возвращает песню нам. Она возвращает нам, можно только представить. Это будет наш первый сингл. Останови фургон. Почему Эми вернула песню? Хватит пялиться на меня. Давай, останови фургон. Поставьте всего один раз. Можно только представить. А сейчас новая песня для вас на 104,5. Народ, угадайте, кто по радио. А может и правда поставить? Совершенно новая песня от совершенно новой группы. И главный претендент на первое место в чарте на этой неделе. Вы уже слышали эту песню? Эта песня снесет вам крысу. Эта песня уже так много значит для огромного количества людей. Это Мерси Ми. Песня можно только представить. Это христианская песня номер один в Америке, возглавляющая поп-чарты по всей стране. Я просто обожаю эту песню. Это Мерси Ми на Далайла Шоу. Вы знаете, мы не религиозные радиостанции, и мы не религиозные люди. Даже близко, друзья. Но верьте или нет, это самая часто запрашиваемая песня на радио. Можно только представить группы Мерси Ми. Можно только представить. Эта песня была выпущена синглом к первому студийному альбому группы Мерси Ми. Барт сделал Шеннон предложение в лагере Глориетто. Они поженились 8 ноября 1997 года. В ту же неделю, как Барт получил последний чек от своего отца, можно только представить, стала христианской песней номер один в Америке. Сейчас это самый продаваемый и чаще всего проигрываемый христианский сингл всех времен. Скотт Бриккел до сих пор является менеджером Мерси Ми. Его частный дом называется Imagine Acres в честь хита его подопечных. Барт и его мама сблизились за последние годы. Сегодня она самый главный поклонник своего сына. Барт и Мерси Ми записали 28 синглов подряд, занимавших первые места в чартах. И споёс свою великую песню, можно только представить. Встречайте, Барт. 2 февраля 2017 года Барт выступил на молитвенном завтраке с политической элитой страны. На глазнике смотрите, я сделал это! Можно только представить, было написано после того, как мой отец умер от рака. Он был жесток ко мне почти всю жизнь. Любую злость он вымещал на мне. Когда я заканчивал школу, ему диагностировали рак. Я видел, как Иисус полностью его изменил. И с чудовищем превратился в человека, который страстно любил Иисуса. И я так и встал на тропу войны ради Слова Божьего. Потому что если оно смогло изменить его, оно способно изменить любого.